хей ого и с вами шмики мы продолжаем ради ну под названием атлас окей мы с вами побывали только что в театре ухты какое большой но если верить и мы можем посмотреть как наше вообще тело выглядит воду голову мы походу никогда не увидим что-то присел ладно нам нужно ключ там закрыто там закрыто мне кажется мне потом нужно будет лететь чтобы открыть куда мы вообще едем пухонька а в кухне есть дверь окей но это ожидаемо дать подверь на кухне основа суса батареек вот это блин если есть где-то такой вот предмет добавьте сюда просто батареек пуск она является какая разница даже если у меня будет full количество батареек кола drink it это обычно пациента музыкант да это музыкант так плану большое но смотрите здесь нужно будет потом как-то лазите как понимаю ползти ладонько но мы здесь придумаем ну блин из-за света но освещает и видно где кто это вот плохо куда мне идти а все вижу пока с этой батарейка побегаю да видите здесь все освещается типа куда нам лезть идти для чего добрый чего я сюда залез зачем и папа факты я сюда и так мог зайти 1 уж я все-таки что-то пускаю давайте походим посмотрим а дверь вот тут есть дверь по замену батарейки нам нужно по факту идти только на свет типа где темно туда идти не надо как там есть проход в стене нам не нужно вопросов все записывать ходить с камерой заметки помехи как молитвам опять одни помехи пациент склонился в молитве может пился на пропаганду отца мартина может слышать то же самое что и я только отчетливее может быть это его собственный способ забежать отсюда священник называет его евангелием песка на клон назад валяя песка ваши пески блин ну на самом деле здесь место довольно хороший тип ну в плане да если здесь было все актуально типа и буллинг и игровые площадки театры для больных много всего но нет они просто все это портили ну хотя здесь везде крест она быстренько у него открывать двери 3 этаж я как понимаю самый нормальный первый там все такие глупенькие 2 этаж это театр игровые все такое 3 о планшет по они потом не вышли они все так стоят на коленях но это все такие которые могут мне нападать на самом-то деле так запомнил если что туда так документы документы евангелия от иуды недостойны просветители я могу служить господу нашему лишь только в качестве пищи возьми меня у валерий д.р. да увидят это апостолы пастыри моего и до распространять его на про неправды ради истины величайший время твой в мире пришло плоть моя жаждет великолепного гнева твоего кровь моя полна тобою выпусти и же ее вот молитвам и да будет слово твое вырезано на плоти моей так как а апостол что там евангелиона на принципе тут закрыта ну зато там батарейка была так здесь да мы полезли так это третий этаж не а слушайте площадь вообще огроменая если посмотреть на поймай мне только туда дайте привет как вы я прикидываю след я всех их буду потом убегать так подождите сразу там есть решетка наверх какой стороны мне потом на ящике понял хорошо и моя работа лишь ты должен будешь чтобы рассказать это будет твоим предпоследним деянием в роли свидетеля пророки испокон веков обещали свободу от смерти и вот и вот она настала ты успешишь опишешь мою смерть мое возвращение и тогда мы оба освободимся тебе больше ничего не угрожает спасибо за сломанные звуки он отвезет тебя к свободе мы все будем свободны спасибо да ладно да ладно так ключ я пока что брать не буду ну да его телось подгорело знаете в чем сейчас херня если я ключ беру как я здесь через тех двух гигантов пройду вы мне отпускаете прикиньте они меня отпускают так страсти отца мартина не могу поверить что отец мартин переплюнул самого иисуса в игре чья смерть будет паршивой не думаю что буду скучать по нему путь наружу если он не врал теперь я знаю как отсюда выбраться я вообще теперь много чего знаю он хотел чтобы я продолжу его продолжил его проповедь да легко меня услышит весь мир так ладно самое прикольное то что они за мной типа не погнались типа они дружелюбно к этому отнеслись как я понимаю что мне делать что я не могу выглянуть что мне да 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 промаз ресинфрон звуком ресинфрон звуком для чего он делает ресинфрон звука мне а куда еду подожди пока театр мы приехали на первый этаж мы едем куда-то ниже так это уже где-то минус 4 этажа минус 5 этажей так мы приехали ладно вау ребят что кажется мне что-то конец но блин а чё у нас только 14 минут да а я могу на себя посмотреть на мне кажется отражение будет а документы но хотя бы документы нам могут продлить время серии из-за того что я читать не умею так гордыня мудрости что-то из личной записи доктора вернике франштейн есть или если современный прометей мы решил анонимно опубликовал в 1818 году выдержкой из главы 23 начала о человек вскричал я как невежливестве ты в гордой немудрости своей остановись ибо не знаешь ты о чем говоришь я покинул дом чувство беспокойство и гнев удалился паразит 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 шляя а некоторых иным способом идти понимать в общем херем я почему-то не могу только текст читать в плане того что допустим в играх квеста где постоянно текст 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 я могу блять читать и без какой-то проблемы когда читай какие-то шрифты на листах текст как-то мне знать и перепадает глаза и типа я вижу совершенно другое блять поэтому я пытаюсь не сбиваться с строчки да можно типа брать мышку так делать но факт того все равно что я как бы читай и не дочитаю слова и додумаю его сам на когда вот так короче мы где-то вообще зимой находимся так но это место где я типа солдаты прибежали подожди мышь в горах это ледяная гора он не суть не суть я все равно дуриной причувствую на все это а здесь они делали эти исследования дать типа их не секретный бункер это по ходу как не с организм человека и по не проверять на органах и все такое в принципе призрак правильно сделал пациент я слышу призрака погладно это выход кто-то забирал все ингредиенты которые вообще мог забрать документы назад за заметки морфогенетическая формула морфогенический концентрирование низкой математических строк алгоритм перепрограммирует нас превращая его фабрику ночных кошмаров несколько чисел мил мелом на доске дайте мне ножовку и оставь надеяться с телом доктора кирвина так я софте наедине с доктором кирвина на пару часов я ему кое-что задолжал на ребят походу это все конец он рассказывает что-то как дави нашу типа вон выход типа сейчас минуток пройдем тут выйдем идти по наружу но все равно кажется какая-то западня типа тех солдат довольно давно убили и то есть никто не прислал поддержку ясно запасной выход что-то такое нихера то есть на меня теперь нападает признак вооооооаоу тебе больше ничего не ладно мне призрак помогает главное что призрак только можно в ночном виде не увидеть так он залез в тело на заметки смерть солдата а значит так встретил ты свою смерть разорванный изнутри в клочья глядя как твой мозг истекает по бетонной стене из одного ада тебе сбежать удалось крис уокер здесь ты не угодил в какой-то другой если что крис уокер это вот этот мужик он короче военные с не помню с какой войны вьетнам или тип того пришел его короче сюда посложили в больничку а подождите а что я иду туда если там наверно закрыто да смотрите видите вот прикольно тоже которому конечно использовали фигню типа бежишь вот так и оглядываешься типа хотя это наверно прикольная вещь типа бегаешь такой оглядываешься что сзади никого да да знаю я должен быть мертв но это воскресенье я старее чем грех но еще но еще же все дело в били он заботится обо мне он считает меня отцом наверное даже любит меня бедный идиот ты знаешь что значит этот символ он предупреждает о наноопасности микроскопических машинах этой технологии уже десятки лет но мы ее так до конца и не освоили специалисты мерков нашли как обойти проблему смогли превратить я снимаю его производить молекулы естественная функция клеток но с помощью психосоматического управления мы научились точно создавать нужные молекулы разум одержал победу над платью впрочем зря мы глупцы полагали что сможем держать это под контролем творить такие опасные вещи используя безумцев останови его убей билли уничтожь что хранит ему жизнь его анестезию исправь мою ошибку никто не сможет выбраться отсюда пока он жив ты должен убить его а я призрак убью аааа найдите билли в главной лаборатории пока что мы следуем есть аппарат я понимаю что мы сейчас будем с призраком да здесь сражаться так я следу пока что местность звуки на мозг действуют здесь можно спрятаться окей подожди его штука в темноте можно увидеть ну типа ночным зрением мне хотя бы узнать какой какие характерные звуки он издает да видите здесь довольно секретно здесь всем доверяли но билли не доверился били всех убил я все исследую скорее всего ребят в этой серии будет последняя если я все в этой серии узнаю ну нет а чё за бред ну типа меня из типа били он я понял когда он рядом с выходами я понял типа он меня не должен успевать догнать хе хе призрак не способный открывать двери И глупый призрак Билли Я выберусь отсюда О, я понял Когда Билли рядом Хотя он может через стены пролетать Я вот не успел То, что он через стены может летать Эту вещь забыл Боги и чудовище Записка для своего персонажа От консультанта Меме 008 Рудольф Верники Не обожествляйте рой и не позволяйте бреду пациента влиять на ваше собственное убеждение Всякое разумное существо, попрожденное данной технологией, будут настолько превосходить нас, что иллюзия его божественности может показать вполне обособленной Мы всегда сматриваемся в хаос и называем его богом Теперь мы обладаем такой же силой, что подобные верования могут нас уничтожить Не подавайтесь искушению, не забывайте, что вы ученые Ух ты шьё Ух ты шьё Опять мне батарейки не даёт Отключить подачу жидкости и заряжать системы жизнеспечения Ну я типа заснял Ага, заметки Билли Хоуп Согласно медицинской карте, Билли должен быть 23 Выглядит на все 50 Тяжело прожитый Он искорежен болью Убить тебя, значит проявить милосердие Ясно мне нужно что-то руку найти Документы Меры предосторожности в плане морфологического концентрирования Психотерическое следование МРК В правиле склотаться плановым морфологическим концентрированием Чтобы избежать причинения пациентам вреда блок жизнедеятельности Мерфологического концентрирования требует ежедневного осмотра Всех жизненно важных систем Система жизнедеятельности Жизнеобеспечения 1 Обогащённый кислородом Перфатурглерда Из резуара Жидкости для продолжительности жизни Необходимо полностью сливать и замещать на протяжении терапического курса Обратите внимание, что вещество содержит обезболивающий препарат И прерыв в его подаче может причинить пациенту сильную боль Что способно нарушить весь ход эксперимента Система жизнеобеспечения 2 Электропитание продублировано и обеспечение генератора Надлежащая заправка горючим и проверка состояния генератора Должна проводиться ежечасно Система жизнеобеспечения 3 В случае аварийного отказа Система 1 и 2 Включите безперебойное питание блока поддержания жизнеобеспечения Его на минимальном уровне до прибытия технологического персонала Отключение блока безперебойного питания Проведёт к немедленной смерти пациента Слушайте, давайте сделаем так Если сейчас серия прервётся Значит я сделал ещё одну третью серию Ну, для меня сегодня Поэтому как-то так Если нету, я скорее всего продолжаю просто Записывать и всё в таком духе Поэтому сейчас мы это с вами узнаем Ну, смотрите, ребят В принципе, если я сейчас у вас Так сказать Продолжаю говорить, я просто присел и встал Значит, это одна цельная серия Если же нет Значит, это очередная следующая серия Монати его тут мучает Это иглы, получается, которые дают обезболивающее Прямой включение к желудку Нихера себе Что он хотя бы смотрит Мне кажется, я так сам психом стану Но один вот походу не вышел Эксперимент Привет Ты из тех мобов, которые постоянно нюхают стены, да Которые просто куда-то смотрят Что там? Так, давайте эти двери попробую ещё открыть Так, игра с охрена, хорошо А что было у меня наверху? Или тут типа два... А, тут походу две системы жизненной деятельности Генератор А нет А да, ладно Сейчас посмотрим Зато я батарейку нашёл Монать Шар системный Огромный Монать не чокнуты Если они такие эксперименты делают Так главное, просто надо обычными людьми Молодыми людьми Так, и здесь у нас какая-то аппаратурная хрень будет Так, слышу ветерок Сразу запоминаю с вами трассу Как я буду бежать Лететь Ящик А, немного ускорить Потому что если это всё-таки цельная серия Здесь на самом деле не так уж много места, куда вообще убегать Ещё досье Сколько что досье, документы Современный Прометей Из личных записях доктора Верники Франштейн или современный Прометей Мы решили о аномании Пробутируем Выдержка из главы 4 Научитесь, если не из моих наставлений То нам На самом моём примере Как Опасно овладеть знаниями И сколь человек скромность Счастливее того Кто стремится превзойти Собственную природу Ладно, ну короче Какие-то они были Помешаны на чём-то Ну походу мы херово Заметки Жизнеобеспечение Лёгкие били внутренности Механизмы жизнеобеспечения Машина в площадью С футбольной стадион Поддерживает жизнь в этом стихе Сломать всё к чертям Он должен умереть Мне интересно А что я должен был сделать О, я свою голову увидел Да, у меня просто башка настрывается А что я должен был сделать Ну типа окей Он меня просёк И? Подожди Заметка удалилась Интересно А нет Осталось А как он узнал Что я здесь? Как он узнал Что я здесь? Каман Серьёзно? Я как бы бежал Специально быстро Чтоб он мне не заметил А, я понял Где ты Откуда ты появился Я просто вначале Не врубился И Теперь я врубился Каман Каман он принципе призрак он может это все дело пролететь ведь это правильно да понимаю но заметьте что он просто повер по воздуху не летит то есть он за мной бежит типа с одной стороны мне должен быть стрелым то ясно я ведь с вами ребят я ведь с вами тут разговарив я типа даже немножко сейчас подумал почему мне типа сразу не атаковал решил подождать не осталось только один генератор отключить он по факту умер он может кто-то все дело пролететь ну-то посрать пойдем сейчас должен был отрубиться потому что мы ему все отключили все две системы документы так соглашение на продолжение терапии обратите внимание на при прилагающую форму согласение на продолжение терапии для ульмина хоупа пациента благотворительной психиатрической программы мэрков госпиталя маунт мессив колорады сша форма является стандартной и все соответствующие сроки должны быть заполнены очевидно билл не знал об остановке сердца случившееся с его с его матерью он дал согласие на участие в эксперименте на условиях денежной компенсации его матери и благотворительного взноса в пользу ее церкви верники ознакомившись с записями с на так сновидений били считает его терапевтический пациент там просто невероятным че так по идее все ребят ну да все таки мы за какие-то минут 15 сейчас пройдем предыдущей серии пускай серьезно ну хотя бы спасибо что ты меня на первый этаж на первый этаж отправил приятель но он все еще жив как мы видим мне просто нужно нажать на рычаг на кнопочку так все а а а а а а а а а типа он мне не успел убить я так понимаю но уходить не только так ну давай быстрее нам знаете сколько как долго отсюда пилять то что мы с вами бегали ну хотя я должен понимать его боль чисто мы карабкался за свой то даже если так мы пойдем умрел котенхемер теперь ты здесь хозяин хотя мы не видим но мы знаем что там примерно сейчас происходит все ребят игра закончилась дарит партнер баррел ну что в принципе если оценивать игру она классно то есть если значит просто не игра именно с полным пооружению плане того что я именно в игре нахожусь это тяжело объяснить но когда вы разумом телом находитесь в игре за главного героя то есть вы чувствуете все что и он чувствует и и тот же самый страх то есть это на самом деле тяжело объяснить но на это знаете вот допустимые сейчас с вами я проходил вопрос от вас типа без эмоций то есть вначале до 1 там две серии да я боялся но потом как-то подумал это просто цифры типа двоичный код 1 0 1 0 0 1 вопрос цифры где которые создают персонажа врагов это обычные люди типа это даже не монстры и поэтому с какой-то степени это не страшно но все равно остается элемент страха когда за этапу кто-то бежит когда ты привыкли витовую плють быстрее беги из ну-ка он уже заводил еще за потроить меня было да много таких моментов но все равно музыка звуки а это полный вот и на если брать атмосферу да вот музыка все остальное классное короче давайте начнем сразу у нас плюсов музыка то есть атмосфера вот это это музыка атмосфера будем брать в одном музыка атмосфера довольно классно потому что она именно действительно пугает сюжет и гейма так сказать как сказать ну блин гейм 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 организация автор в плане того что пришел вообще в игре есть контента у нас есть контент как записки документы до которого делаем типа с помощью записей то есть в плане если мы не собирали вообще никакие документы мы не поняли кто из них кто и кем является и все в таком духе но сюжет того что репортер разобрался всех больницу и там как эта херня происходит плане да это можно отнести к плюсу потому что у нас в принципе оружие нет но только убегаем это как амнезия да то есть элементы амнезии единственно что у нас есть эта камера и туму в какую-то степень еще потом теряем но все равно потом находим поэтому да я считаю это плюс и кажется на этом даже все типа локации ну локации бывали менялись но ты все равно понимаешь что ты находишься почти в одном месте да было прикольно когда ты заходишь и там лабораторию вот это большая новая участок удачи последний уровень театр там театр считай маленькая комнатка что еще то ничего если брать самих на персонажи то главный герой нас считай бесстрашный который решил все равно продолжить плевать что вообще происходит ну ладно также плюс это крис здоровяка этот мужик с ножницами без какой-то степени ну и батюшка как с какой-то степени не реализованы но как бы ты их еще не чувствуешь но все равно как бы это можно отнести к плюсу то есть если без документов тех же самых мы бы не узнали персонажей на глубоко кто они откуда из минусов минусы тоже есть первое наверное то линейность игры линейность игры я имею ввиду в том плане когда мы уже открыться сбежали последний раз да но не последний припоследний когда вот в здании через решетку выбрали там труп вытолкнули так вот там просто стоял стульчик посередине ящиков через которым про и лазили перед тем как нас выкинул здоровяк чего то есть мы могли просто убрать и вернуться машину по факту и не пренебрегать вот это лезть туда ехать на лифте туда просто бы убрали стульчик и сбежали также из минусов я могу наверное сделать это скриптовость то есть до элемент того что мы спрятались а стелс точно к плюсу отнесу стелс да в какой бы он ни был но он рабочий то есть враги тебя не видят ты можешь спрятаться но из тоже минусы я отношу это скриптовость то есть если мы рычаг повернули да и перешли в другую секцию то этот враг по-любому к нам придет и будет около нас сидеть то есть он никуда не уйдет я не знаю что происходит просто бесконечная загрузка и то есть врага никуда не уходит и все это типа огромный минус такой также из минусов наверно можно отнести а больше ничего ну типа фигня в том что ходить предохранитель там-то покрутить нас по факту везде так было поэтому из минусов только два у нас я посчитал да это скриптовость это не линейность в плане того что глупая линейность даже как можно это выразить как хоррор на самом деле очень хорошие то есть я пройду дополнение я пройду вторую часть за вторую часть я не знаю когда я пройду за дополнение по любому проходить ваш если буду игру удалять мне нужно будет дополнение пройти ладненько давайте я думаю тогда мы с вами на этом закончим серия вышла на 930 940 и поэтому я наверное все таки объединю две серии пускай это будет цельная поэтому ребята всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи всем пока